Затрону подробнее обводку в фигме. Ты уже знаешь, что ты можешь добавить ее, нажав на плюсик. Этот слайдер контролирует толщину обводки. Здесь цвет, здесь прозрачность, здесь показать и скрыть обводку. То же самое и собственно с линией. Далее идет режим обводки, то есть как она будет наложена на фигуру. По сути здесь три режима. Outside это снаружи, то есть она внешне, как ты видишь, не внутри или не по центру нашей фигуры. Inside, внутри границ нашей фигуры. И Center, то есть по центру границ фигуры. Здесь, наверное, ничего интересного нет. А интересно здесь панелька с дополнительными настройками обводки, которая вызывается по клику на три точки. Собственно вызывается эта панель Advanced Stroke. И здесь интересно рассмотреть Dashes, создание пунктирной линии. Здесь есть подсказка Dash, Gap. Первая задает длину линии в пикселях. А вторая, собственно, отступ до следующей линии. Давай попробуем 40, на 40. Получим некоторый результат. В принципе, здесь ничего интересного нет. Здесь, пожалуй, самое интересное, это то, как задавать стиль данной пунктирной линии. А именно наконечники для каждого элемента. И непосредственно на джойнты. Это именно вот эти вот точки, которые по краям нашей фигуры. Соответственно, Cap задает концы вот каждого пунктира. А джойнт срезы. Они могут быть скошены под 45 градусов, прямые, либо скругленные. И регулируя вот эти три параметра, ты по факту регулируешь то, как будут выглядеть пунктирные линии, не важно на какой фигуре. Это же касается и линии. Ну, например, Cap могут быть скругленными. И Dash, например, равный 50 на 50. Если мы зайдем в режим редактирования на квадрате и добавим еще пару джойнтов и сдвинем их, то мы получим ту настройку, которая была задана в Advanced Stroke. То есть они могут быть прямыми, как я уже сказал, опять же скошенными и скругленными.